это снова с вами я эмиль каримов извините что так долго отсутствовал на канале и не появлялась новая информация ну вот сейчас я снова уселся и готов вам продемонстрировать некоторые аспекты ну давайте начнем с того что сегодняшний урок в основном будет посвящен написанию функции работы глобальными переменами используем с вами для того чтобы сохранить переменные при записи изменения чтобы при следующем запуске программы пользователь начал с того же места на котором и остановился также разберем структуру научимся в принципе к ним обращаться инициировать итак давайте приступим создадим single view application назовем его в своем случае назову тест вы хотите вот значит мы создали теперь переходим в main storyboard main storyboard чтобы сейчас не заморачиваться размерами сразу выберем допустим 4 дюймовый 5s как сейчас новый вышел 5s и я вот и для него начнем делать что же нам потребуется видеть на нашем экране я предполагаю так пример который хотел бы построить он располагать как таковую мини игру грубо говоря что мы атакуем противника и него рандомно вычитают какое-то количество здоровья и так давайте начнем нам понадобится только штук 5 ый об, в Bernard�ерах что наaren где была у них 1баттл значит потом будет обозначающее имя игрока потом значит у нас будет лейбл который будет обозначать наше количество здоровья ну и давайте добавим так лейбл который будет обозначать из скольки здоровья вот но чтобы не заморачиваться просто копируем здесь обзовем и ними и нам потребуется так значит переходим а нет давайте сначала сделаем структуру для нашего персонажа выбираем файл new файл открываем с вид файл создаем чистый свист файл обзываем как нам в моем случае значит так вот файл здесь мы пишем что тут мы хотим описать структуру нашего персонажа мы не будем брать очень много свойства для него поэтому такие самые обычные то которые большинства мы использовать не будем только для того чтобы показать как работает структура и так значит зададим имя зададим переменную обратить внимание я поставил константу имени значит имя будет постоянным переменная вар у нас будет обозначать допустим strange сила это будет 32 потом мы обозначим во всех играх интеллект и давайте дефон давайте инициализируем ее нашу структуру первым параметром который будет начать там у нас идет потом у нас идет теперь мы присвоим внимание что вот этот наим это наим который будет задаваться здесь здесь мы просто определили которые свойства которые здесь а теперь мы их будем инициализировать тут же присваиваем этой переменной наим сымбалной переменной in который будет инициализация когда мы будем называть нашу структуру вот так странище 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 так и мы будем подключить и мы можем обозначить нашу переменную, бар, равную и здесь мы описываем структуру на баллиске ввел, открываем скобочку и сразу здесь заполняем наши параметры. Пустим name. Все, здесь обозначили, давайте вернемся в мысторий борт, вызовем ассистента, чтобы нам было удобно укрыть и обозначим параметры, которые нам нужно будет изменять. Рисуем нашим выбором перемен, сначала имени персонажа. Субтитры делал DimaTorzok 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 обозначим тип ехп и у нас еще появится еще одна переменная которая будет называться для начала итак смотрим что же у нас нам нужно теперь сделать функцию которая бы рассчитывала наш дом допустим напишем чем обозначим шанс нашего удара до который будет 32 возвращать будете 32 и что же эта функция у нас будет делать сначала сделаем давайте рандомное число будет равняться стандартный вычислению рандомного числа до арк 4 чтобы можно было обозначить из каких чисел возьму в нашем случае 3 больших чисел и чтобы мы сейчас так значит следующее что у нас во первых мы должны привернуть что наша функция будет возвращать наша функция будет возвращать дмэйч теперь мы напишем небольшую формулу дмэйч значит дмэйч равняется чарктер вот кстати здесь мы будем обращаться непосредственно к нашему персонажу чарктер который у которого тип обозначен как структура hero у которой есть name, strange, int и def значит здесь мы обозначим что чарктер мы хотим допустим его силу через точку обращаемся к свойствам точка сила мы прибавляем к ней интеллект да и мы прибавим def не будем брать она будет для другой формулы которую мы наврядно сегодня будем рассматривать rndf допустим мы добавили наше случайное число и вернули дмэйч в систему то есть мы заменили эту переменную на рассчитанное вот здесь здесь она уже не будет вполне вероятно что не будет равняка единичке вот но у нас бывают такие ну возможно будет такая ситуация когда у нас дмэйч будет превышать там какое-то определенное количество да для этого мы напишем что если дмэйч больше там ну давайте возьмем 30 процентов ну больше 30 то тогда мы поделим дмэйч возьмем остаток разделения на 10 тогда дмэйч в принципе уменьшится на такое количество ну это просто для того чтобы показать как оно работает чтобы у нас не вызывало никаких ошибок ну в принципе мы должны будем убрать вот поскольку мы уже сделали расчет дамаги который мы нанесем противнику мы должны задать давайте при загрузке при загрузке у нас будет сразу задаваться player name точка текст будет равняться то есть player name у нас изменится при загрузке программы на тест потому что мы здесь давайте еще делаем такую функцию которая вернет а хотя не давайте потом потому что мы используем там немножко еще одну свойство функцию как alert и потом уже к ней напишем как мы к ней привяжем это все так значит в самом начале когда загрузка экрана происходит мы сделаем значит еще player хп точка текст равняется его и его это и чтобы его Вейбл.текст значит здесь мы задали красивше оказывается имя персонажа пробел и значит давайте теперь к нашей кнопочки нам нужно все рассчитать нам нужно сделать расчет дамаги да то есть мы обратимся к функции пи дамаги пусть будет единичка все мы вернули сюда вот какое-то определенное количество дамаги теперь у нас будут условия если ехп меньше равно дамаги тогда вызовем сейчас алёк она будет высвечивать на весь экран попал меню на котором у нас будет одна кнопочка лишний до который будет обозначить что это будет заголовок да давайте в сообщении которые будут мелким текстом написано так будет уа контроллер ставил . потом значит мы обозначим что настоящий вид давай вернее добавим кнопочку и давайте добавим добавим ответ. и дальше мы также добавим теперь значит а а а а а тут мы давайте сделаем новую функцию будет обращать нам хп да хп здесь тогда мы сделаем еще функцию вызовем функцию верни резит цифру но это заметьте обратить внимание что это у нас при условии что их меньше или равно дамаги противном случае мы и хп равно и 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 что после этого всех этих процентов после всего этого но еще кнопки мы должны будем нам нужно enemy хп и хп лейбл . заменить на новую переменную которая у нас получилась от их и и и и и и все давайте посмотрим что у нас получилось возможно что будет какие-нибудь банди и 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 вот у нас возникла проблема сейчас мы это у нас значит в сторизборе не правильно где у нас связи по поводу Заново обратимся к пулу РХП. Вот наше приложение, вот как мы видим, есть тест ХП, и при нажатии на АТАК в консоль у нас пишется, что как раз та же цифра, которая у нас отображает здесь в вебли, вот, и мы, допустим, уходим, уходим, убиваем наш файл, остается один, то есть следующее должно выскочить по пап-меню с кнопкой ОК и РЕСЕТ. РЕСЕТ произошел, выскочил это, ну вот, в принципе, и все. Спасибо, что посмотрели, ставим лайки, подписываемся, рекомендуем друзьям, до новых встреч, следующее видео не за горами, и даже вполне возможно, что будет либо завтра, либо в воскресенье. Все, хороших выходных и хорошего праздника с 1 апреля.